Добрый день, дорогие мои детишечки! Я надеюсь всё-таки, что у вас ночь! Ну, потому что мы сейчас будем смотреть страшный фильм ужасов. Ну, на самом деле, я не знаю, можно ли назвать колодец и маятник Роджера Кормана страшным фильмом ужасов в современном понимании этого слова. Наверное, нет. Но вот страшной сказкой, в стиле вот в гостях у сказки, такой жуткой, кошмарной, да, по-моему, вполне назвать можно. И не из-за того, что на экране происходят какие-то сказочные вещи, а из-за того, как это всё подаёт Роджер Корман, которого мы уже не в первый раз ловим на съёмках замечательных ужастиков. Вот мы уже смотрели, по-моему, падение дома Эшера, призрачный замок, красную маску смерти и так далее и тому подобное. И вот колодец и маятник. Как вы понимаете, кино снято по одноимённому рассказу Эдгара Аллана По. Ну, точнее, если вы читали рассказ Эдгара Аллана По колодец и маятник, вы прекрасно понимаете, что по нему фильм на полтора часа снять невозможно физически. Нет, ну, то есть можно, но это будет очень скучно. Вот, поэтому это очень сильно по мотивам, да, и даже не по мотивам. Тут как бы вот образы из рассказа По, и не только, кстати, этого, из многих рассказов По. Тут можно играть гробницу Лигея, тут заметить. Ну, Лигея, да, рассказ сам, а фильм гробница Лигея, который мы ещё посмотрим. Вот ещё что-то там, вот, то есть образы из рассказов По как бы дают почву для фантазии Роджера Кормана и, соответственно, Ричарду Мэддисону, вот, который, во-первых, один из штатных сценаристов Кормана, а во-вторых, очень неплохой писатель. Если вы помните такой дурацкий фильм с Уэллом Смитом «Я легенда», вот, то посмотрите, вот, точнее, почитайте роман Мэдисона «Я легенда», вот, он гораздо лучше, чем дурацкая экранизация с Уэллом Смитом. Ну, по большому счёту, на самом деле, конечно, главное, обычно в фильмах Кормана, это далеко не сюжет, это атмосфера, да. Корман, он замечательно умеет создавать вот какую-то сказочную атмосферу, такого псевдо-псевдо-средневековья, да, с какими-то таинственными замками, с клепами, обязательно с развешанной вокруг, любовно развешанной паутиночкой, насыпанной пылью, вот, бегающими крысками, иногда паучками. Вот это вот, вот это у Кормана просто завсегда, это такая прелесть. Вот, на это смотришь и умиляешься, вот, и в эту атмосферу погружаешься, вот. Вот, ну, это действительно, это чистая сказка, ну, немножко мрачноватая, может быть. А вот, и, соответственно, на фоне этих всех волшебных интерьеров развивается сюжет и зажигают актёры, да. Актёры обычно зажигают. Ну, я думаю, можно пару слов про сюжет сказать, а потом про актёров. Что тут с сюжетом, да. В общем, молодой англичанин, это важно, что он англичанин, да, вот, приезжает в испанский замок, где должна жить его сестра, которая вышла замуж за владельца замка, некоего Дона Медину, в исполнении Винсента Прайса. А вот, ну, так как в фильме присутствует Винсент Прайс, значит, с Доном Мединой всё не очень в порядке. Это совершенно точно. Прайс других ролей играть просто не умеет. Ну вот, выясняется, что сестра умерла, и непонятно от чего. Вот, ему вот этот Дон Медина и, соответственно, сестра Дона Медина уже, которая играет Луана Андерс, вот, они ему начинают какие-то мутные байки вешать на уши, ну, они испанцы, люди южные, впечатлительные, эмоциональные, с хорошим воображением, вот, они начинают какую-то мистику ему загонять, да, что вот, замок повлиял плохо на вашу сестру, вот, как бы она тут, типа, умерла чуть ли не от страха, там, что-то такое, вот, но англичанин, он, как бы, явный такой протестант, протестант, пуританин, там, такой прагматичный парень, вот, он этого всего просто тупо не понимает, у него просто по-другому работает голова. И вот тут, кстати, актера Джона Кера надо похвалить, он замечательно изобразил вот эту разницу, да, в менталитетах между вот этими впечатлительными, такими горячими южными людьми, вот, и английской такой вот сухостью, прагматичностью, вот, он откровенно думает, что, судя по всему, и Дон Медина сам жену грохнул, вот, а теперь косит под психу, да, ну, плюс тут еще вокруг крутится какой-то странный доктор в исполнении Энтони Карбона, которого мы, кстати, видели в фильме «Последняя женщина на земле». Ну вот, и, короче, англичанин вот во все эти байки не верит, да, вот, но события начинают развиваться так, что, честно говоря, уже непонятно, то ли здесь действительно присутствует некая детективная история, какое-то преступление, вот, то ли мы имеем дело с какими-то потусторонними силами. Ну, и англичанин начинает копать, ну, тем более, тут у Дона Медина еще сестра красивая, это такой, еще такой мотивирующий момент. А вот, ну, что можно сказать? Можно сказать, что это все великолепно снято. Роджер Корман в данном случае мастерски балансирует на какой-то вот тонкой грани, да, между детективом и мистикой. И мы, ну, если мы этот фильм раньше не смотрели, конечно, мы не понимаем, что тут конкретно происходит. То ли тут действительно имеет место холоднокровное убийство, вот, которое пытаются замаскировать какими-то байками. А вот, то ли Винс Прайс потрясающий, косит под психа, да, или действительно сошел с ума на почву каких-то детских воспоминаний, на самом деле просто маньяк. Вот. То ли все правда, и действительно тут какие-то призраки, там, призрак Барбы Стил шляется по замку, да, вот, и абсолютно непонятно, да, то есть нам решения не дают до определенного, естественно, момента. Тут такие красочные флешбеки, прошлое, вот, как там папа, хозяина замка запытывал свою жену с любовником насмерть, тоже отсылка к Эдгару По, вот, некие такие небольшие любовные отношения и так далее и тому подобное. И главное, что актеры все играет точно. Винс Прайс, ему только дай, да, сыграть ненормального, он обожает это делать. И в фильме «Колодец и маятник» очень хорошо видно, как актер получает удовольствие от своей роли. То есть он меняет образы каждые 10 минут, да, то он какой-то там страдающий, безутешный граф, то он какой-то поехавший кукухой, какой-то маленький мальчик практически, то он какой-то злодей, то ли еще что-то. Все это на фоне абсолютно каменной рожи Джона Кера очень хорошо смотрится вот так на контрасте, да. Вот, соответственно, Джон Кера отыгрывает такую прагматичную часть женщины, ну, в данном случае Луана Андрес, она такая добавляет эмоций, вот Энтони Карбон добавляет какой-то загадочности, вот, ну, в общем, все с актерами, просто все прекрасно. Кстати, вот, я тут, когда смотрел на актеров, я тут посмотрел биографию, ну, точнее, фильмографию актрисы Барбары Стилл, которая здесь одну из главных женских ролей играет, очень красивая женщина, сразу хочу заметить, я почитал фильмы, вот, просто название фильмов, в которых она снималась, я думаю, что мы многие из них с вами посмотрим, потому что, ну, смотрите, Маска Сатаны, да, ну, 8,5, это мы точно посмотрим, это даже без всяких названий, да, Маньяк, Длинные волосы смерти, Замок крови, Пять могил для медиума, Любовники из могилы, Озеро Сатаны, Ангел для Сатаны, Проклятие темно-красного алтаря, Страсть за решеткой, Пирания, Немой крик, в общем, мадам, специализировалась на совершенно определенном кино, исполнительница второй главной женской роли, Луана Андре, Андрес, ну, она не столь специфичная актриса, ну, тоже много где снималась, училась, кстати, на одних актерских курсах с Джеком Николсоном, да, ну, Энтони Карбона, я уже говорил, мы его видели, соответственно, в фильме «Последняя женщина на земле», и, наверное, еще увидим вот, вот в этом фильме, ну, посмотрим, может, встретим еще где-нибудь, а вот, ну, актеры здесь все хороши, мрачная музыка, замечательная, вот эта вот атмосфера сказочная абсолютно, вот со всеми, с паутинкой, паучками, ну, про что я уже сказал, очень неочевидный сюжет, и очень аккуратно поданный, чтобы, не дай бог, там, до зрителя до конца не доперло вообще, в чем тут суть, а вот, браво, просто браво, кино смотрится сейчас на ура, вот, я посмотрел, ну, понятно, как бы, мы сразу не ждем здесь, какого-то супер зрелища в стиле, там, мстители финал, да, вот, а настраиваемся на формат в гостях у сказки, вот это оно и есть, ну, может быть, немножко в таких погромых тонах, да, замечательная сказка Роджера Кормана, вот, всем рекомендую смотреть, получите удовольствие, особенно на ночь, перед сном, вообще хорошо заходит, вот, великолепный Винсент Прайс, вот, Барбара Стил, тут, сверкает глазами, очень в нужные моменты, вот, ну, и так далее, и тому подобное, приятного вам просмотра, спокойной ночи, всем добра.